Всем привет-привет! Всем отличной, теплой, хочется сказать, да, теплой среды. Почему говорю? Мне хочется сказать, потому что вчера в чатике, в телеграм-канале я увидела какие-то там на Дальнем Востоке температуры для меня вообще шокирующие, да, минус 33, минус 34. Я, конечно же, как такое теплолюбивое существо, для меня это вот какие-то шоковые такие температурные колебания. Мне кажется, это вот прям, ну прям очень холодно. Поэтому хочется пожелать вам тепла. Те, кто живет на Дальнем Востоке, у кого так холодно. Да вообще, мне кажется, после нулевых температур, нулевого градуса, да, все температуры для меня не холодные. Вот, поэтому всем тепла, всем тепла, укрывайтесь потеплее, одевайтесь потеплее, вот, будьте в тепле. Сегодня мы с вами смотрим тему, как ваше окружение влияет на вашу личность. Сейчас, по-моему, кто-то эту тему, я просто забыла, не отметила, я ее видела где-то у нас в чатике в Телеграме, не помню, кто-то спрашивал, по-моему, Катя. Вот, но неважно. Будем смотреть ваше окружение и как оно влияет на вашу личность. То есть, если кто-то считает, что я просто общаюсь, да, и при этом ничего не происходит, я остаюсь самим собой, да, то это иллюзия. Потому что все люди на нас так или иначе влияют, и мы перенимаем их какие-то повадки, их манеры, вот, и таким образом как-то формируем свою личность. Тем более, если это очень долгое-долгое общение. Так, ну, позиции вы видите перед собой, тайм-коды тоже увидите в описании. Ссылка на мой второй канал есть под этим видео. По ссылке «Мои услуги» вы можете перейти на документ «Мои услуги» и увидеть в первом абзаце там ссылку на телеграм-канал, кому это интересно, да, либо связаться со мной, если есть какой-то вопрос ко мне, да, либо оставить заявку на личную консультацию. Но прежде чем вы будете оставлять заявку на личную консультацию, чуть-чуть прокрутите этот документ вниз, там написано индивидуальная консультация, как она проходит, сколько она стоит, это в записи расклад, это не напрямое общение со мной, что для этого нужно, какие вопросы я рассматриваю. То есть я уделила этому документу много времени, специально все прописала, конкретно, понятно, известно, чтобы, прочитав его, у человека не оставалось никаких вопросов, да, что вот просто взял и написал по факту все, что нужно, чтобы не задавали потом мне вопросы, это рассматриваете, это не рассматриваете, сколько это стоит и как это будет проходить. Все там написано, нужно просто прокрутить, не в первом абзаце, а в четвертом, и все это прочитать. Вот, а мы с вами давайте сразу приступим. Итак, позиция номер один, сейчас вот сюда, да, голубенький камешек, и мы приступаем. Так, единички смотрим, ваше окружение, какое оно? Огненное, да, восьмерка жезлов. Огненные люди общительные, да, что вам как раз-таки не очень-то и свойственно. Почему? Потому что по первой позиции проходят так, обычно люди такие, не то чтобы интроверты, но очень избирательные в общении, да. Но при этом здесь люди, которые в вашем окружении, которым нравится общение, которые, может быть, очень активны, может быть, очень яркие люди, люди, которым нравится развитие, да, что тоже не исключаю. Но однозначно это не глупые люди. Да, очень много огненной энергии, очень много энергии людей, которые любят жизнь, да, и они вот своими как-то поступками, своим проявлением это показывают люди интересующие, люди любознательные, возможно, молодая даже энергия. То есть либо люди с молодой энергией, либо молодые души, либо много молодежи вокруг вас, либо много детей вокруг вас. Но либо, либо ваше окружение, оно основано на переписках, на сообщениях, может быть, я не знаю, у вас работа какая-нибудь такая через интернет, и вы вынуждены много переписываться. То есть здесь очень много активности, очень много общения, сообщения, какие-то звонки. То есть вот какая-то движуха здесь присутствует. Еще какое ваше окружение. Люди, люди стабильные. Вот в вашем окружении стабильные люди, вы не очень-то любите менять свое окружение. То есть это те люди, с которыми вы, наверное, уже долгое время вместе, либо люди, с которыми вы разделяете какие-то обязательства, либо люди, с которыми вам очень комфортно в физическом плане. Люди, возможно, какая-то часть из них состоятельная, финансово. Либо это люди, которые определились по жизни. Может быть, это люди такие достаточно практичные, приземленные. Независимо от развития. То есть здесь может быть категория людей, которые такие прагматичные, реалистичные, хорошо стоящие на ногах. Но есть и категория людей, которые действительно занимаются развитием, интересуются, читают книги. Им интересно развитие. Также в вашем окружении есть люди. Здесь как будто бы у вас очень много разношерстной категории людей. Либо ваше окружение, возможно, как-то более профессиональное. То есть я имею в виду это коллеги, это может быть клиенты. Но здесь очень много людей в вашем окружении. Это не близкий, может быть, ваш круг общения. Но вы с этими людьми общаетесь, переписываетесь. Это люди также, может быть, которые имеют какое-то отношение к правопорядку. Либо это люди какие-то, знаете, каким-то образом кармические. Либо люди пришли к вам по вашей карме. Либо что-то вы должны изменить в жизни этих людей. Аркан справедливости это сила выравнивания. То есть выравнивания баланса. Может быть, эти люди вам даны для того, чтобы выровнять какие-то свои силы. Может быть, какие-то перекосы у вас есть в жизни. И вот вам нужно выровнять, то есть научиться. Возможно, это люди, имеющие те качества и свойства, которые у вас находятся в спящем состоянии. Либо вам их нужно прокачивать и развивать. То есть это не люди по созвучию, которые к вам протянулись. Скорее всего, они должны просто вот эту вот чашу весов перевесить. У вас, возможно, есть одна какая-то, ну, какие-то определенные качества, да, в вас. И то, что вот вам не хватает, да, вот это вы и найдете в людей вашего окружения. Ну и еще один аркан. Вытащим, да, какое оно ваше окружение, колесо фортуны. Какое его окружение? Ну, для кого-то это люди, знаете, действительно могут быть судьбоносные, да, ну, то есть не случайные. А для кого-то это какая-то цикличность. То есть такое ощущение, что вот люди уходят, приходят, уходят, приходят. Да, либо, ну, как-то вот возвращаются заново в вашу жизнь, что ли. Либо это окружение, с которым вы прорабатываете. Ну, то есть здесь очень много проработки идет, связанное с вашими сценариями какими-то. Здесь по-разному может быть. Либо это люди, знаете, вот которые приходят к вам в какой-то период очень важный для вас, да, потому что они запускают какие-то процессы, потом они исчезают. Потом опять приходят, запускают какие-то процессы и исчезают. Вообще, вот по такому раскладу я могу сказать, что ваше окружение здесь в большей степени, как будто бы показали, что это ваши учителя. То есть это те люди, которые вас чему-то обучают. Здесь нету, я не ощущаю энергию тех людей, с которыми вы могли бы как-то вот расслабиться, да, то есть здесь есть какая-то там, я не знаю, дружба, близость, нет. Здесь скорее все, что связано с развитием, самопознанием. Либо вы каким-то образом помогаете здесь людям меняться, либо люди вам подсвечивают то, что вам нужно изменить в себе. Но это вот не близкие, я не вижу здесь близко. Есть ли у вас близкий круг общения? Это не близкий круг, но нет. Нет, аркан повешенного не будет говорить о том, что близкого здесь я не вижу. Ну вот поэтому я и сказала, это первый аркан, который вышел, это восьмерка жезлов про общение. Вы как будто бы вот свое пространство, да, в том, в котором вы находитесь, в нем нету близкого круга общения. Это люди, я не имею в виду здесь родственников, да, а я имею в виду вот именно друзей прямо вот, близких. Здесь нету такого. Вам некомфортно с ними. Вот такое ощущение, что вот вы всех держите на какой-то, на каком-то определенном расстоянии, на какой-то дистанции. Да, вы общаетесь, вы взаимодействуете, но это не та категория людей, которым вы вот могли поплакаться, как говорится, в рубашку, да, открыться, довериться, нет. Вот, но при этом к этим людям у вас есть такое теплое, доброе человеческое общение. Оно неформальное. Не могу сказать, что здесь прямо вот такая холодность какая-то. Нет, нет. Здесь тепло, я бы сказала, приятели, да. Вот есть разница друзья и приятели. Это вот с кем можно поговорить, не обязательно видеться каждый день, не обязательно там обмениваться чем-то таким сокровенным. Но при этом это люди, с которыми хорошо обменяться информацией, да, что-то узнать, либо им как-то помочь. Либо здесь уровень людей как клиентов. Но это клиенты, опять же такие, либо они постоянные какие-то клиенты, либо это люди, с которыми вы очень часто общаетесь. Вот здесь такое. Я не вижу в вашем близком кругу людей. Здесь, опять же, не потому что вам сложно их найти, а потому что вы не хотите, да. Здесь это ваш выбор. Хорошо, давайте теперь посмотрим, как эти люди влияют на вашу личность. Ну вот то, что я сказала, да, тройка жертв. Они помогают вам развиваться. Некоторые из них помогают вам определяться с каким-то выбором. Опять же таки, не через советы и рекомендации. А здесь, может быть, люди как-то своим примером что-то вам показывают, либо что-то говорят, либо вы извлекаете какие-то уроки из взаимодействия с этими людьми, и вы понимаете, куда вам нужно дальше двигаться. Вот. Если и есть какая-то помощь, то я просто здесь очень ярко вижу выраженную профессиональную сферу социума. Либо социальную какую-то вашу сферу, либо профессиональную, да, то есть здесь взаимодействие с людьми, и их влияние на вас, они вот вас как-то, не знаю, то ли мотивируют двигаться вперед, то ли показывают как расширение каких-то горизонтов, и помогают вам сделать шаг вперед. Так, еще как они влияют на вашу личность. Ну, они помогают, видите, опять же, не напрямую, косвенно. Здесь нет ничего такого напрямую. Здесь, скорее всего, косвенно. Вы как будто бы об этих людей понимаете себя, учитесь, учитесь, и по Девятке Пятакля вы как будто бы приходите к какой-то своей целостности. То есть эти люди, они дополняют какие-то грани вас, да, то есть вы видите в них то, что вам не достает, и вы перенимаете то, что я сказала в самом начале, да, возможно, какие-то их повадки, какие-то мысли, какой-то подход к жизни, да, и это помогает вам стать более целостным. То есть это люди как будто бы, знаете, являются отражением разных ваших граней. Чем больше разносторонних людей, разношерстных даже людей в вашем окружении, да, тем больше это будет показателем для вас, да, что вы больше своих собственных граней можете охватить и вот как-то отточить. То есть не то, чтобы вы были там, я не знаю, пирамидкой какой-нибудь, да, либо там кубом, вот. Здесь намного больше граней, и вот чем больше разных людей, не похожих на вас, тем больше вы сможете от них что-то взять для себя. Через понимание этих людей, через их мотивацию, через их взгляды, через их мировоззрение, да, вы что-то понимаете и берете, перенимаете для себя, и тем самым вы становитесь все более и более целостными, да, то есть нету белые пятна на вашем, так скажем, коконе, да, их становится все меньше и меньше, то есть вы все больше и больше становитесь, научаетесь понимать себя, и тем самым обретаете целостность. То есть здесь все про вопрос самопознания через других людей, я так вижу, как еще они влияют, ну, позитивно, позитивно, да, королева жезла, позитивно. Во-первых, они показывают вам, либо, опять же таки, вы через этих людей снимаете свои маски, становитесь все более настоящими, почему? Потому что понимаете свою природу, свою суть, и помимо того, что вы понимаете себя, вы еще и научаетесь принимать, принимать себя, да, то есть через коммуникацию, через сообщение, то есть вот социум, он влияет в позитивном ключе на вас, чем больше вы общаетесь с разными людьми, именно с разными. Здесь ключевое не столько на общение, сколько с разными. Тем больше ваше сознание расширяется, и тем лучше вы себя понимаете, потому что вы становитесь разносторонними, не однобокими. Вот это вот важно. Но здесь могу сказать, что все хорошо, да, все хорошо, люди влияют, ну давайте еще один аркан вытащу, да, а как они влияют на вашу жизнь? Ну вот аркан суда. Судьбоносная, судьбоносная, да, то есть где-то прорабатываете свои какие-то кармические уроки, возможно, возможно где-то выплачиваете какие-то свои долги по отношению к другим людям. Я не имею в виду финансовые, я имею в виду задолженности энергетические. Здесь общая энергия, она такая, знаете, очень подвижная, очень приятная, комфортная. Здесь есть активность, и вам это нравится. То есть самое главное, что вам это нравится, вот взаимодействие именно с такими людьми. Еще расскажу, здесь люди не все созвучны вам, да, здесь и могут быть люди, которые вам вообще какую-то диковинку, да, либо может быть какая-то дисгармония, не состыковка энергетическая. Эти люди могут вам не нравиться, но при этом все равно они вам идут во благо, и вы это видите, вы это понимаете. Эти люди помогают вам переродиться, ну вот то, что я уже сказала, да, по девятке пендагре. Стать другим человеком, более целостным. Но мне нравится, мне нравится, не знаю, как вам, мне эта позиция нравится. Так, это была первая позиция. Соберем ее, и смотрим дальше. Позиция номер два, красненький камешек. Красненький не видно, камешка не видно. Так, так видно. Так, смотрим. Двоечки. Ваше окружение. Кто эти люди, которые вас окружают сейчас? Восьмерка кубков. Не знаю, такое ощущение, что люди, которые постоянно как-то передвигаются, не знаю, в поездках находятся, в каких-то дорогах, переездах. Люди, которые... Мне, знаете, показывают здесь, как на какой-то автомагистрали, да, то есть одно движение туда, и какое-то движение обратно. То есть вот эти вот машины, да, туда-сюда, туда-сюда, то есть вперед-назад едят. Вот здесь, либо если это какая-то большая улица, какая-нибудь центральная, да, то вот поток людей идет наверх, и поток людей идет вниз. Ну, то есть, как это сказать, в одном направлении и в другом. То есть здесь очень... Какое-то движение, да, люди куда-то движутся. Здесь идет передвижение масс. Ну, шестерка Жезлов тоже говорит, да, о движении. То есть люди куда-то передвигаются, куда-то едут. Не знаю, может быть, вы сейчас находитесь в каких-то командировках, потому что здесь такое ощущение, что вот как-то по работе, да, либо работа у вас такая подвижная, либо на работе очень много людей, и они вот все как-то двигаются. Хорошо, я ваше окружение смотрю, мне здесь показывают профессиональное. Здесь люди, знаете, либо разные культуры, либо люди мира, в общем, да, что, о чем это? Это люди могут быть, не знаю, разговаривать на разных языках. Люди, которые могут жить далеко от вас. Люди мира. Люди мира, я бы так сказала. То есть здесь даже еще может быть такое, что вот, допустим, ваша работа, она связана как-то с интернетом, потому что здесь вот эта вот сеть, которая растекается, как будто вот по всему земному шару, да, и вот люди здесь тоже могут быть по всему земному шару. Опять же таки, если, например, это ваши родственники, это вот как будто бы они живут в разных странах, в разных городах. То есть здесь большие расстояния между вами и другими людьми. Еще какое у вас здесь окружение? Ну, есть категория людей, да, которые сейчас на данном этапе находятся на выборе. Но опять же таки, это выбор вот именно дорог, да, то есть если это не переездов буквально, то косвенно здесь может быть люди, которые находятся сейчас на выборе. Да, люди, которые что-то планируют, планируют, да, планируют как-то свое счастье. Люди, которые думают о том, как бы наполнится эмоционально, либо люди семейные. Есть небольшая категория людей, которые вот как-то не хотят с вами взаимодействовать, да, закрываются. Закрываются от вас. Не знаю, может быть, это люди как-то старше вас, потому что они держат вот какую-то дистанцию. А почему они не хотят с вами общаться? Не совсем поняла двойка кубков. То есть почему они не хотят с вами общаться, эти люди? Возможно, здесь есть какие-то бывшие, да, то есть люди, с которыми когда-то у вас были отношения, вот, но сейчас эти люди закрываются от вас, и есть какая-то дистанция. Опять же-таки отношения могут быть личного характера, могут быть, там, я не знаю, родственные какие-то, может быть, друзья. То есть это те люди, с которыми когда-то вам было хорошо, и вы, ну, ощущали их близко, близко к себе, да, то есть возможно подпустили близко к своей душе. То есть был какой-то вот очень контакт такой близкий. Поэтому я говорю, что это могут быть друзья, это могут быть бывшие, либо если это люди, с которыми вы работали, то это могут быть партнеры. Вот, но это прям вот люди, с которыми вы очень много времени проводили. Вы как будто бы друг друга здесь, ну, дополняли. Но сейчас вот есть какая-то дистанция, расстояние. Ну, вот такое окружение. Причем, опять же-таки, здесь вот про передвижение и поездки могут быть абсолютно разные люди разных категорий. То есть это не один-два, да, здесь очень много людей. Кто-то из них, конечно же, более ближе, кто-то дальше. Но вот прям, когда я говорю много людей, да, то тут действительно много. Ну, то есть, ну, больше 20-100%. Я не знаю, какое конкретное количество, но здесь вот как-то вот могу предположить, что это, скорее всего, имеет отношение как-то к профессиональной сфере. Опять же-таки, не совсем про то, что вы работаете с стольким количеством людей, а может быть, ваше место работы, оно находится вот как будто, я не знаю, на перекрестке. Здесь какое-то здание мне показывает такое стеклянное, многоэтажное, как государственное какое-то учреждение. Вот, оно какое-то такое многоэтажное, очень светлое, ну, как офис. И вот много людей через него проходит, либо через него, либо вокруг там какая-то дорога, проездная какая-то дорога, очень много машин. Поэтому мне здесь показывают движение, то есть, это может быть и не то, что вы с ними взаимодействуете напрямую, а вот как-то вот ваша работа, она находится на какой-то такой центральной улице, что ли, где очень много людей передвигаются. Может быть, как магазин какой-нибудь, да, и вот люди входят, выходят, заходят, проходят, вот что-то, как проходной двор. Очень много, очень много людей здесь. Хорошо, как они влияют на вашу личность? Ну, достаточно позитивно. Я могу сказать, что как определенная категория этих людей, да, они как-то вас успокаивают, исцеляют, дарят, дарят своим присутствием, да, вот какую-то красоту, с одной стороны, помогают вам, опять же таки, косвенно, не напрямую, что-то, что-то принять в себе, да, либо как-то вот определиться, определиться с вашим жизненным путем. То есть они, они как-то все время, не знаю, вот есть какое-то влияние на, на вашу жизнь. То есть эти люди, некоторые из них, они как будто бы появляются тогда, когда вам надо принять какое-то решение. Либо вы к нему обращаетесь за помощью, тогда, когда вам надо принять какое-то решение, с чем-то определиться. Когда вы не можете найти ответы на свои вопросы, вот вы к этим людям обращаетесь. Когда вы переполнены эмоционально, да, то есть, опять же таки, какое влияние люди оказывают на вас, я бы сказала, не то, что они на вас оказывают, а вы к ним обращаетесь, да, к этим людям. То есть вы делаете первый шаг. Когда вы переполнены какими-то эмоциями, возможно, вам надо как-то поговорить, возможно, надо прояснить что-то, понять себя, разобраться в себе. Вот тогда вы начинаете освежать какие-то шаги к этим людям. Еще, а как эти люди влияют на вашу личность? Ну, они, я бы сказала, каким-то образом вас мотивируют, да, помогают двигаться, двигаться вперед. Здесь как какой-то мозговой штурм, да, то есть они набрасывают вам идеи, и потом вы, то есть они не решают за вас, они, возможно, высказывают какую-то свою точку зрения этих людей, может быть, несколько. И вот вы, прислушиваясь к мнению каждому, анализируя и взвешивая все за и против, принимаете решения. То есть эти люди, они помогают вам в принятии решения. Также здесь эти люди, они помогают вам в вашем самокопании, да, то есть понять в чем-то, определиться, где вы, возможно, сам себя обманываете, хитрите, может быть, какие-то сценарии. То есть эти люди помогают вам, опять же таки, да, помимо принятия решения, прояснить все то, что находится в вашей голове, то есть они каким-то образом влияют на ваше сознание. Они убирают ваши сомнения в голове, да, через то, что проясняют, проясняют, подсвечивают какую-то ситуацию, проясняют, да. И помогают вам, здесь как мотивация еще идет, да, помогают вам двигаться к своим целям. То есть, с одной стороны, они как будто бы подсказывают, здесь даже не подсказывают, знаете как, это когда ты ходишь, например, на какую-нибудь консультацию, да, и, ну, либо пришел на коч-сессию, коч тебе задает какие-то наводящие вопросы, отвечая на них, ты получаешь ответы для себя. Но однозначно после взаимодействия с такими профессионалами что-то в голове проясняется, и человек понимает, да, то есть он как будто выбирает все это лишнее, какую-то шелуху, что ему не нужно, и он четко видит, куда ему дальше нужно двигаться. Либо здесь этот человек, он как-то, опять же таки, убирает все лишнее, и вы можете услышать свой внутренний голос, да, и увидеть свою путеводную звезду, куда вам нужно двигаться. Может быть, тот там задается вопросами призвания, да, какими-то своими задачами по жизни, вот, обращается к этим людям, и люди подсвечивают моменты, да, в котором вам нужно двигаться, да, то есть на что нужно обратить внимание, что услышать в себе, вот. Опять же таки здесь могут быть, там, я не знаю, мастера, там, астрологи, да, которые создают натальные карты, тоже подсказывают, там, не знаю, таранумерология, дизайн человека, то есть вот все вот эти системы, которые подсвечивают вам ваши таланты, умения, да, по звезде, ваши желания, творческие какие-то наклонности, и помогают вам в определении для самих себя, куда вам нужно двигаться, и что вам нужно делать. Вот такое влияние имеет ваше окружение. Так, о, у меня еще там и свечка, да, погас уже. Так, на двоечке, да, свечка погасла, интересно, интересно. Это была вторая позиция. Вторая позиция. И мы с вами переходим к позиции номер три. Зелененькому камешку смотрим. Троечки. Ваше окружение. Ваше. Какое окружение здесь у троечек? Рыцарь кубков. Я не хочу сказать, да, немножко кайфажеры, да, люди. Люди, которые наслаждаются своей жизнью. С одной стороны, хорошо, с другой стороны, вам это не очень нравится. Да. То есть, знаете, у вас может быть такое ощущение, что это люди какие-то паразиты, да, то есть, либо они живут в каком-то своем ритме, таком размеренном, вот, но при этом им нравится, да, то есть, не знаю, такое ощущение, что эти люди не работают, что ли, либо если работают как-то вот в своем ритме, в своем режиме, получают удовольствие от жизни. Но они живут, вот, идут в своем каком-то направлении, по своему пути. Здесь люди, которые не идут, вот, но они не проживают жизнь, как все, да, то есть, здесь нету такого, например, там школа, институт, потом работа. Нет. Здесь каждый человек как будто бы идет своим путем. Своим путем. Еще. Какое оно ваше окружение? Возможно, да, здесь, возможно, в вашем окружении есть люди, которые болеют, либо есть люди, за которыми нужно ухаживать, да, то есть, люди, которые, ну, вот, прям в кровати лежат, либо за ними нужен какой-то уход, то есть, это могут быть как родители, да, в силу там возраста, прям уже старенькие такие, вот, либо это люди с некой такой инвалидностью, что ли, то есть, вот, за которыми нужно ухаживать. Также вижу людей, которые разочаровались в жизни, находятся в какой-то позиции уныния, такой контраст, да, и сразу тройка кубков, то есть, опять же, есть категория людей, которые как-то вот уныли, да, в этой жизни, может быть, чем-то разочаровались, какая-то вот, ну, психологические какие-то здесь, как могут быть как расстройства, так и неудовлетворения от жизни, вот, и сразу на контрасте другие, другие люди, которые умеют радоваться, веселиться этой жизни, да, живут как будто бы для себя, вот, и при этом получают кучу осуждений, да, в своих каких-то эгоистичных намерениях, что это вот люди живут и, ну, в свое какое-то удовольствие и кайфуют, то есть, здесь либо те, кто обслуживают кого-то, да, либо служат, да, другим людям, либо люди, которые сами по себе, им это нравится, знаете, как хиппи, да, мир, любовь, жвачка, секс и хорошая жизнь, вот что-то такое, опять же, таки, метафорично, да, то есть, люди такие достаточно раскрепощенные, не заморачиваются очень сильно по жизни, но, опять же-таки, не потому, что, знаете, люди недалекие, нет, а наоборот, я бы сказала, что это люди, которые, ну, как-то вот переосмыслили жизнь, вот, и они понимают, что в жизни нужно получать удовольствие, страдать все успеют, вот, а удовольствие очень важно получать сейчас, да, то есть, жизнь как праздник, вот, опять же-таки, здесь не с точки зрения, как в Васине Крылова, да, стрекоза, лето красное пропело, нет, а здесь как раз-таки про то, что люди умеют радоваться жизнью, да, радоваться своим каким-то маленьким успехам, бонусы, которые они получают от жизни, то есть, люди, которые стараются жить в потоке именно состояния своей души, то есть, вот, поэтому я говорю, здесь какая-то определенная категория людей, да, кстати, это люди могут быть со способностями, да, здесь одаренные люди тоже могут быть, еще какое ваше окружение, вот, опять показывают люди, у которых свое мнение, да, и это мнение может быть не в угоду окружению, но это люди, которые очень верят и, как это сказать, у них свое мировоззрение, да, и они живут согласно этому мировоззрению, то есть, это не те люди, которые просто пропагандируют и говорят, что вот, вот я верю в это и все, они еще и живут так, и вот тем самым они как-то не вписываются в социум, и вот с этими людьми у вас очень интересные связи, вот с этой категорией людей, то есть, иногда они вас выбешивают, потому что здесь как будто бы невозможно на них повлиять, да, то есть, они настолько стабильны в своих убеждениях и уверены в своей правоте, что вот иногда бесят, потому что кажется, да, что они вас не слушают, вот, и приходится их как-то в чем-то переубеждать, а с другой стороны, вот вам нравится вот эта вот их свобода, свобода воли, свобода духа, что они живут так, как считают нужным, то есть, вот, и отсюда эти люди, они вам интересны. Еще, какое ваше окружение, королевы Пендакли, ну, здесь могут быть люди прагматичные, вот, очень верные люди, преданные, которые умеют заботиться людям, возможно, волонтеры, которые любят животных, вот, любят природу, там, Greenpeace и все такое. Ну, опять же-таки, да, знаете, здесь такая категория людей, хочется сказать, что вот все как будто бы какие-то меньшинства в, не в понятии, там, я не знаю, национальности, да, либо какого-то там гендерного, гендерной принадлежности, хотя здесь тоже не исключено, а здесь вот именно меньшинство в контексте мировоззрения, да, то есть, это может быть какое-то там, не знаю, религиозное какое-то направление, да, которые вот прям такая кучка людей верит, да, либо, там, я не знаю, принадлежность к какому-то эгрегору, допустим, это люди, которые верят, там, в астрологию, да, у них эгрегор астрология, либо, там, эгрегор таро, то есть, вот, вот что-то такое, да, то есть, как какое-то меньшинство, вот, их здесь очень много, они все разные, и тем самым они интересны, потому что это, знаете, это еще даже как-то вот выражается в одежде, я не знаю, почему мне здесь хиппи, кажется, знаете, вот люди, которые носят вот эту вот одежду оверсайз, джинсы, как-то вот не обращают внимания на то, как они выглядят, и вот, нет, то есть, они, это люди, которые уделяют внимание и придают ценность каким-то другим моментам, не столь внешности, да, ну, то есть, есть, с одной стороны, как революционеры и бунтари, а с другой стороны, это люди, которые, ну, понимают, как будто бы толк жизни и не обращают внимания на, не то, что они обесценивают материю, они просто не ставят, не делают культ из этой материи, да, то есть, окей, хочешь, одеваешься красиво, не хочешь, не одеваешься, то есть, хочешь в дорогие какие-то бренды, а хочешь, там, я не знаю, секонд-хенд, ну, что-то такое, да, может быть, с базара откуда-то покупаешь одежду, то есть, здесь, это люди не придают значение этому, они придают значению здесь больше каким-то идеям, придают значение и важность творческому какому-то направлению, то есть, они делают акцент на личность, на суть человека, вот им важна вот эта вот природа, то есть, здесь неважно тяжелый характер, легкий, главное, чтобы он был, главное, чтобы был у человека внутренний какой-то стержень, здесь, вот мне нравится ваше окружение, на самом деле, да, это люди, вот они, они как будто, вы знаете, не, не, не похожи на других людей, и вот у них есть вот эта вот свобода какая-то внутренняя, не знаю, может быть, какая-то категория из них что-то ищет в своей жизни, чего-то, а может быть, какая-то категория из них уже нашли, да, и живут вот в соответствии со своей какой-то внутренней верой, вот, и вам, и вы как будто бы за этими людьми наблюдаете, вот, в позиции наблюдателя с некоторыми взаимодействуете, и вот вам это и нравится, да, то есть, вот эта вот энергия любознательности, опять же таки, могут быть здесь люди, которые там, не знаю, занимаются какими-то экстремальными видами спорта, и вам это нравится, да, что вот у них кипит вот этот вот адреналин в крови, и вам это интересно, может быть, с чем-то пересекается с какими-то вашими потребностями, да, то есть здесь как-то кучка-кучка-кучками идут эти люди, и у каждой этой кучки что-то свое, какая-то своя ценность, и вот эти вот ценности, они созвучны вашим, и вот вам что-то хочется у кого-то перенять, а от определенной, условно говоря, кучки, да, вам просто нравится за ними наблюдать, то есть вы не хотите ничего у них там не учиться, не покрывать какие-то потребности, там, не какие-то кармические уроки отрабатывать, нет, просто вам нравится наблюдать, вот здесь какой-то авангард, какая-то категория людей, да, вот, и вам просто интересно наблюдать за их жизнью, да, как живут эти люди, да, чем дышат, вот какие у них мысли, идеи, во что они верят, вот здесь что-то такое. Хорошо, как эти люди влияют на вашу личность? Ну, с одной стороны, да, вы разочаровываетесь, не в людях, вы разочаровываете скорее в себе, в себе, да, что, допустим, вот у вас нет вот этого, может быть, какого-то внутреннего стержня, да, либо здесь даже разочарование может быть по поводу того, что вот эти люди хоть в чем-то определились, а я до сих пор не могу определиться, то есть вот вы смотрите на них и думаете, что неважно, во что там верит этот человек, правильно это с вашей точки зрения или нет, вы не осуждаете, не оцениваете, но вам нравится, что этот человек хоть нашел, да, вот эту вот свою веру, во что ему верить, а здесь получается так, что я там прожила, там, не знаю, 40-50 лет, 60 у каждого там свой возраст, да, и я до сих пор не понимаю, во что он не верит, да, что, каково оно мое мировоззрение, и вот здесь вот есть эти разочарования, возможно, вы разочаровываетесь еще даже в том, что вот эти люди что-то сделали, они как-то рискнули, попробовали, а я нет, вот здесь в этом тоже может быть разочарование. Влияет, как еще влияет, на ваш разговор, на вашу личность влияет через то, что вы становитесь, может быть, более уверенными, да, возможно, перенимаете их решения, их речь, их мысли, да, то есть как они мыслят, вам нравится, потому что здесь умные люди, еще как они влияют на вашу личность, ну, смотрите, верховные жрицы, да, через познание они вам как будто бы открывают глаза на что-то, да, какой-то вот мир, мир, который раньше вам был неведом, закрыт, вы сейчас как будто бы его познаете, и вам это нравится, вам это нравится, да, здесь что-то такое закрытое, секретное, мистическое вам открывается, и поэтому, ну, вам любопытно. Еще как эти люди влияют на вашу личность, ну, опять же таки, видите, кто-то здесь воет на Луну, да, почему я, вы, здесь нету зависти, но здесь есть вот это вот чувство, да, опять же таки, да, в контексте упущенных возможностей, почему я упустил какие-то возможности, а с другой стороны, эти люди, они как будто бы меняют ваше бессознательное, то есть они очень глубоко входят в вашу психику, может быть, здесь даже вскрывают какие-то ваши страхи, но однозначно вас очень сильно тянет к этим людям, причем вы даже не можете понимать, осознавать, почему, но здесь вот как будто бы на уровне вашего бессознательного, да, то есть происходят какие-то взаимодействия, процессы, не все из этого вы осознаете. Еще как эти люди влияют на вашу личность. Они помогают вам проработать ваши обиды, проработать ваше какое-то недоверие, обучают вас любви. Но здесь так же, как и во второй позиции, да и в первой, по-моему, здесь нету такого, что эти люди являются для вас учителями, либо наставниками, нет. Здесь, скорее всего, просто при взаимодействии с этими людьми вы что-то перенимаете у них, да, то есть вам что-то нравится, и вы это делаете своим. Если еще, да, что-то, либо как это эти люди влияют на вашу личность, они помогают вам раскрыться, они помогают вам познать, вот то, что я сказала, да, ваши какие-то таланты, плюс ко всему получить ответы на какие-то глубокие вопросы касательно самопознания. Вот. Плюс ко всему здесь, если в кубе с Луной, да, то эти люди вскрывают ваши какие-то страхи. Но не поверхностные. Это могут быть какие-то неосознанные ваши страхи. Может быть, именно во взаимодействии с этими людьми у кого-то здесь активируются панические атаки, либо, знаете, вот страхи во сне, какие-то кошмары. То есть как только этот человек, либо эти люди появляются, потому что они не все время в вашем окружении, вот как только вы с ними поговорите, повзаимодействуете, у вас появляются какие-то кошмары. Вот вы плохо спите. Здесь очень сильно влияет на ваш сон. Но опять же таки, это как показатель того, что что-то меняется в вашей психике. То есть что-то поднимается из глубин вашего бессознательного для того, чтобы вы проработали. Здесь опять же таки, может быть такие моменты, общаетесь с этими людьми, и какая-то вот туманность, знаете, вот они как-то вот влияют на ваше сознание, на ваш рассудок. И может казаться, что это как будто бы плохо, да, как-то негативно. Но на самом деле вот как-то они расшатывают ваше бессознательное, как-то его активируют для того, чтобы оно пришло, чтобы к вам пришло это осознание. То есть оно вот как-то вот из глубин вашей души все это вытаскивается. То есть если бы не эти люди, не знаю, может быть с ними поговорили и начали думать о чем-то, да, задумываться о том, о чем ранее не задумывались. И вот в этом процессе, да, что-то начинает всплывать, и вы это прорабатываете. Не будь этих людей, вы бы вообще в этом направлении не посмотрели. И, не знаю, не поработали бы в этом направлении. И последний аркан, как эти люди влияют на вашу личность. Они как будто бы вам показывают, опять же здесь как-то через сравнение идет, да, то есть вы себя сравниваете с этими людьми и видите, где и в чем вы продвинулись. То есть эти люди косвенно показывают вам результаты ваших трудов. То есть что вы уже, чего вы уже достигли. Но процесс этот идет неосознанно. Вы как будто бы, знаете, сопоставляете. Да, вот этот человек вот это достиг, а я что? Не для того, чтобы сравнить, кто лучше и хуже, а вот именно вот этого сравнения, оно запускает вас вот этот момент, что, а давай-ка я буду обращать внимание на свои результаты, а давай-ка я буду себя там, я не знаю, благодарить, либо как-то хвалить, давать какие-то плюшки за то, что я уже чего-то достиг, да. То есть эти люди, они помогают вам увидеть ценность того, что вы уже во что-то ранее вкладывались, и сейчас у вас уже есть эти результаты. То есть не когда-то там в будущем, а сейчас уже. То есть глядя на них, вы начинаете думать, там, не знаю, окей, этот человек там достиг чего-то, а я что достиг в этом возрасте? Вы начинаете задумываться над этим, и видите, окей, я вот это сделаю, у меня вот это получается, я уже это умею. То есть не будь того человека, вы бы об этом не задумывались, если бы вы не увидели своих собственных результатов. Вот здесь как-то так. Это была третья позиция, и расклад, как ваше окружение влияет на вашу личность. Я с вами прощаюсь, увидимся с вами в пятницу. Не забывайте, что в разделе сообщества я выкладываю анонсы на Блиц-консультации каждую неделю, которые провожу по выходным. Огромная просьба, не пишите мне воскресенье, там, после девяти часов по Москве, да, успеваю я там на Блиц-консультацию, либо не успеваю. Ну, то есть у вас есть пятница, у вас есть вся суббота, у вас есть половина воскресенья. Ну, то есть уже так поздно. Опять чисто теоретически, да, вы успеваете, потому что пока воскресенье, да, вы успеваете оставить заявку, да, но когда я ее выполню, да, потому что новая неделя, у меня новые какие-то обязанности есть, новый план, и, ну, так поздно оставлять заявку нежелательно. Вот. Это вот просто моя личная просьба к вам. Прощаюсь с вами. Благодарю вас всех за ваши комментарии, за ваши лайки, за вашу активность, за то, что остаетесь со мной. Приветствую всех новых подписчиков, да, потому что люди постепенно-постепенно подписываются, обновляются, кто-то уходит, кто-то приходит, да, такая движуха, как во второй позиции. Вот. Это жизнь, меня это радует. Прощаюсь с вами. Всем благодарна. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова